Если у вас такие случаи, что вы что-то не тянете на выдохе, тогда попробуйте вдох делать не просто резкий, относительно резкий, 5 единиц. Не ламинарный вдох на 5 единиц, а ступенчатый. То есть задержка. Выдох опять же делайте на 8, но если вы не выдерживаете, вот вы почувствовали, что у вас там получилось 8 единиц и вы больше не тянете, уже на подсосе, вы как бы чувствуете, что у вас задержка на выдохе не получится в следующий раз даже 8, то вот эту задержку вы делаете, вернее, когда вы выдержали вот эту 8 на пределе, то вы попытаетесь дожать как бы легкие. сейчас еще раз поясню. То есть вот вы задержали там 8 единиц и чувствуете, что полнейший подсос, вы еле там вытягиваете эти 8, то перед вдохом, который будет на 5, вы попробуете сделать, дожать легкие выдохом, то есть до выдоха. Вот у вас был выдох на 8 единиц, то потом вы просто дожмите и только потом начните делать вдох. То есть оно как бы может помочь раскрытию альвеол. Вы их еще присамули, и следующий тогда вдох за этим до выдоха получится более интенсивное, и особенно если вы сделаете вот именно таким образом. Ну это как бы фишка такая. Ну может быть паника, первый раз не получилось, в следующую задержку на выдохе, думаешь, пола тоже не получилось, как же живот. Так вот, чтобы победить вот эту панику, от того, что первый раз не получается, или же второй, или третий, ну вы чувствуете, что уже там на подсосе каком-то там, или цифры начинают считаться не по сердцу, а там один, вы считаете там 10 ударов, а потом 12-13 судорожно досчитываете, то уже явно, что где-то там какие-то подергивания в теле будут. Значит вы нам перед тем, как сделать вдох, вы выжали там еще себя активно, и потом делаете вдох. То есть у вас получится увеличение вот самого объема, как за счет вот этого довыдоха, это один вариант, либо вы делаете ступенчатый вдох. Вот на эти пять, вы делаете пять ступенек, или три ступеньки. То есть это вам может в некотором роде помочь. Ну может быть еще связано с тем, у кого там не получается, что именно сейчас инская такая повода, и оно вызывает такую тахикардию, вернее брадикардию. Пульс медленно бьет, поэтому вот оно может быть. А вопрос заключается теперь в следующем. Вот кто-то чувствовал уже окончательно возможность ромашки в руках. Бум, пошла волна, бум, пошла волна, пошла волна. То есть руки, ноги, голова, возможность селектировать, захотели одну там, либо по одной стороне, либо перекрестном. У кого-то получалось сердце? А? У меня сердце прибло. Вот на днохе оно, вот когда вот выдыхаешь и задерживаешь, а потом начинаешь дыхать, ну опять. Молоде вот. А в руки пробовала просто? Нет, ну я что-то вот сюда и в прошлом волну перепрасывал. Ну пробуйте увеличивать чувствительность на руках, и потом руки включать, как вы чувствуете в руках. Ну, руки потеплее. Потеплее? Ну, у тебя было, ты чувствовала? Ну, слабенько, очищается, но не явно. Угу. Угу. Ну, как-то вот. Дальше вот этого круга не надо. Ну, дело в том, что просто вы ищете вот этими вещами, вы начинаете отыскивать, где же у нас вот эти датчики, которые вы, собственно, чувствуете. То есть, если человека возбудить или дать ему хорошую нагрузку, то он будет чувствовать где-то у него пульс в животе и в ногах, и где угодно. Вот. Просто порог чувствительности, вот этот вот, который у нас установлен, мы не чувствуем в спокойном состоянии. А это можно делать и в спокойном состоянии, относительно спокойном. Это вы можете тренировать где угодно, там, едущим в машине, в городском транспорте или еще что-то на тех же светофорах. Оба. Зацентрировал себя и все. Оно тогда создает такую, как бы, полевую структуру идеи.